Получить водительские права по новым правилам непросто. Например, 23 марта зафиксировано рекордное количество курсантов, проваливших экзамены на правила дорожного движения. Из 376 пришедших в этот день только девятерым счастливчикам удалось ответить на все вопросы положительно. В государственной регистрационной службе сообщили, что раньше подобного не случалось, но отменять систему они не намерены. Ведь она призвана показывать, насколько реальны знания курсантов и искоренить коррупцию при получении водительских прав. При этом абсолютно каждый кыргызстанец по всей стране имеет право в режиме реального времени наблюдать за ходом сдачи экзаменов на официальном сайте ГРС. В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения отмечают, что за весь прошлый год свыше 2000 водителей были отправлены на пересдачу экзамена, положительный итог которого дает возможность управлять транспортным средством. В основном вновь сдавали тест водители общественного транспорта. Более 2000 водителей были направлены на пересдачу. Некоторые прошли с первого раза, но это малое количество. Некоторые со второго были водители, которые прошли с третьего или четвертого раза. Готовились, подготавливались, потом проходили. Очереди в департаменте регистрации транспорта огромные. Некоторые граждане уже не первый раз пытаются получить водительское удостоверение, но эти попытки терпят крах. «Вопросы в этом году для меня оказались сложными. Я уже не первый раз пытаюсь сдать этот экзамен. Сложно, конечно. Насколько я помню, еще в начале того года такого не было. Сейчас и камеры идентификации лица стоят, и все жестко контролируют. Готовься, не готовься, все равно только система знает, какие вопросы тебе подготовить. Поэтому некоторые отвечают наугад даже и проваливают весь экзамен». Положение, по которому граждане сдавали экзамены и получали водительские права, не менялось с 1999 года. Если раньше курсанты отвечали на 10 вопросов за 15 минут, то в конце 2017-го условия несколько поменялись. Теперь весь процесс сдачи проходит в онлайн-режиме. Экзаменуемому предлагают 20 вопросов с вариантами ответов. На все про все гражданину дается 25 минут. В общей сложности система на свое усмотрение предоставляет вопросы из свыше тысячи билетов, в то время как раньше их было всего 500. «Многие говорят, что даже если права не продаются на сегодня, но есть вероятность того, что могут человеку помочь при сдаче теоретических экзаменов. Или даже еще хуже, могут просто вместо него сесть и сдать экзамен. В этой связи регистрационной службой была разработана система по идентификации граждан. В прошлом году мы инициировали проект постановления, в котором полностью пересмотрели весь процесс приема квалификационных экзаменов и выдача водительского удостоверения, в котором были увеличены вопросы с 10 вопросов до 20 вопросов и увеличено время сдачи экзаменов с 15 минут до 25 минут». Именно поэтому большинство тех, кто сейчас пытается сдать экзамен, проваливают его. Вопросов стало в два раза больше, да и веб-камеры не дадут возможности списать и попросить чьей-либо помощи в ответе. Стоит отметить, что сдавшими тест считаются те, кто ответил правильно на 18 из 20 необходимых вопросов. Руслан Харизов, Колыбек Абду Мамутов, Нью ТВ.